Привет! В этом видео, согласно документу, который можно найти по ссылке в описании, мы настроим Spring Boot Security, настроим немного безопасность нашего приложения, я расскажу об этом. Дальше будет видео о том, как работает моя библиотека, она будет вне этого курса, можете ее посмотреть потом по ходу по ссылке в описании и по подсказке, чтобы понять, что я буду использовать в качестве GVT. И после этого мы начнем уже создавать сервисы для обработки запросов и команд. То есть сейчас мы отправляем запросы все, которые идут в базу данных, собственно, в базу данных, команды, которые изменяют состояние, мы создаем события и сохраняем их в ту же базу данных. После этого мы будем реализовывать уже, собственно, сами сервисы для обработки этих запросов и команд. Хочу вам напомнить, что все видео, которые я выпускаю на YouTube, и код к этим видео можно найти на моем GitHub, также по ссылке в описании. Это находится в организации Spring Boot Courses. Вы можете поставить здесь звезду репозитория, который вам понравился, который вы используете, например, репозиторию этого курса. Можете подписаться, написать в комментариях что-нибудь, так я буду видеть, что вам это действительно нужно, и буду чаще выпускать видео на эти темы. Также, если вам понравилось это видео, попрошу оставить комментарий, лайк и подписаться, так я буду тоже понимать, что вам это все нравится. Если есть вопросы, можете также задать в комментариях, либо в Телеграме по ссылке в описании. При помощи Boosty меня можно поддержать, все тоже находится в описании. Предыдущее видео мы закончили тем, что написали DTO и контроллеры для нашего приложения. Там описали некоторые эндпойнты, которые будут использоваться в этом приложении. Возможно, потом они будут расширяться, так что на GitHub находится более актуальный код. Но в этом курсе все будет рассматриваться, то, что происходит в видео, и я в целом буду об этом говорить. То есть, смотря все видео подряд, вы можете проследить всю историю развития приложения. Также по таймлайнам, которые есть в этом видео, вы можете переключаться на нужные для вас части. Для того, чтобы добавить Security в наше приложение, мы будем использовать Spring Boot Starter Security. Для этого мы можем скопировать здесь вот эту вот Dependency и вставить ее где-нибудь тоже в начале, только здесь указать Security. У нас потянется зависимость. Нам надо обновить Mavon, чтобы это все сработало. Зависимость подтянулась. Мы подключили модуль Security, и мы будем его использовать, конфигурировать, для того, чтобы у нас происходила всякая безопасность в нашем приложении, и все работало как нужно. Для этого нам еще необходимо добавить библиотеку, которая будет работать с GVT. Это будет моя библиотека, и сейчас мы ее найдем в Mavon. Собственно, вот репозитория этой библиотеки. Здесь можно увидеть описание того, как ее использовать, как ее подключить. Мы сможем скопировать отсюда код. Это просто библиотека, которая создает сервис, токен сервис, который позволяет вам удобно создавать токены, управлять ими, сохранять, если понадобится, в каких-нибудь хранилищах, например, в Redis. Также можно их инвалидировать, если вы их сохраняете. При помощи такого удобного токен-параметра передавать необходимые параметры. В общем, это еще одна библиотека, которая позволит вам более удобно использовать сервисы в Java. Это не обязательно должно быть Spring Boot приложение, это просто должно быть Mavon приложение, куда можно подключить зависимость. Все очень просто, также сможете почитать об этом. На Mavon репозитории можно найти эту библиотеку, ввести Илья Лисов и JVT. Вернемся назад, вставим сюда, нажимаем на обновление Mavon, чтобы потянулась и эта библиотека, и все должно будет заработать. Mavon обновился. Теперь мы сможем настроить безопасность нашего приложения. В уровне веб необходимо добавить еще один пэккедж, который будет называться Security. В нем будет находиться все то, что связано с безопасностью в нашем приложении. Здесь я сделаю еще несколько директорий. Это будет JVT-директория. Там будут находиться всякие properties, которые нам нужны для работы с JVT. Там будет находиться фильтр, который будет необходим нам для работы с JVT. Ну и, соответственно, все, что нужно для JVT. JVT. Дальше у меня будет пэккедж со сервисом. И еще будет один пэккедж. Точнее, его не будет, все будет находиться в основном в корне. JVT – это такие виды токенов, то есть строка, которая состоит из трех частей. Это header, payload и signature, собственно, токеном. И она позволяет хранить в себе какую-то нагрузку, то есть этот самый payload. Суть этого токена в том, что его можно создать, только зная секрет, и прочитать его может абсолютно кто угодно. Мы будем использовать токены в нашем приложении таким образом. Когда пользователь будет авторизовываться, мы будем создавать пару токенов. Это токен авторизации и токен refresh, то есть токен обновления. И когда будет пользователь отправлять запросы к нашему приложению, он будет прикреплять к каждому запросу в хедере токен авторизации. Мы на сервере его будем читать, доставать оттуда данные, которые будут подтверждать то, что это действительно тот самый пользователь, который может получить доступ к этому методу. Это будем все валидировать и предоставлять ему доступ, либо отказывать. Это все будет происходить достаточно быстро, потому что токен разбирается очень быстро, и у нас нет проблем в том, чтобы этим всем воспользоваться. На сайте gvt.io вы можете почитать подробнее о том, как работают токены, либо же посмотреть какие-нибудь еще видео. Также я немного эту тему затагивал в курсе предыдущем по Spring Boot, где мы создавали простое приложение «Список задач». Его можно также видеть сейчас по ссылке в описании, либо по подсказке в углу экрана. Вернемся назад в приложение, и нам теперь необходимо настроить аппликейчный Ямл, чтобы понять, что нужно добавить в приложение, что изменить, и в целом, чтобы мы могли применить security. Для этого мы сделаем отдельную тег, которую я буду называть security. Назовем тут еще gvt. Я здесь сделаю три параметра. Это секрет, который будет принимать значение gvt-секрет. Также у меня будет access. Это будет время жизни access токена. Можно немного это переименовать, но я пока это оставлю так. Возможно, потом это переименуется. Все актуальное вы сможете увидеть на гитхабе. GVT Access Duration и RFR. На данный момент у меня будет два токена. Это access token и refresh token. Таким образом, я здесь указываю время жизни этих двух токенов. И секрет необходим для того, чтобы создать эти токены и создать сигнатуру этих токенов, чтобы сервер мог ее подписывать. Перейдем теперь в .env файл. Вы можете его скопировать из файла .env в .example этого репозитория. Либо же посмотреть, что я здесь делаю я. Нам необходимо создать здесь переменные gvt-секрет, gvt-access-duration. Только тут вот так, access. И gvt-refresh-duration. Так как я хочу использовать именно duration длительность, я буду использовать в виде таком, как принимает его java. То есть тут я укажу gvt-access-duration на данный момент. Это у меня будет 15 минут. То есть 15м минут, это значит. И gvt-refresh я укажу сейчас на один день, чтобы мне было проще это все отлаживать. В целом, время жизни токена немного меньше. Access token может экспариться и в течение 5 минут. А refresh token может экспариться в течение нескольких часов, либо нескольких дней, в зависимости от того, что вам необходимо сделать. Суть access token в том, что когда мы его получили, то потом мы можем в течение времени жизни этого токена отправлять запросы. И когда время жизни токена истечет, уже эти запросы будут невалидны. Нам надо будет обновить при помощи refresh token предыдущий токен, либо же авторизоваться заново. Что делает пользование нашим приложением более безопасным, потому что придется вводить снова логин и пароль, но это больше подходит под логику банка, когда вы заходите в свой аккаунт в электронном банке, и вы можете там находиться, ничего не делая, минут 10, а потом у вас просто закончится сессия, и вы потеряете доступ. В целом, не факт, что там используются JVT токены именно в банке, но примерно похожий подход будет использоваться у нас. У нас будет использоваться access token и refresh, который вас может обновлять. И в зависимости от того, как вы эти параметры настроите в .env файле, у вас будет работать с приложением чуть иначе, то есть будет разное время токенов использоваться. Теперь, что такое JVT секрет? Это такая строка, которая закодирована в Base64 кодировке, и нам необходимо ее создать. Здесь мы можем ввести на сайте base64ncode.net, по ссылке в описании. Можно ввести здесь любую строку, которая потом будет закодирована, но это, по сути, будет нашим секретом. Я это закодирую и скопирую то, что у меня получилось здесь. Это и будет моим секретом, он достаточно длинным должен быть, чтобы приложение работало безопасно. Таким образом, у нас это все настроено. Давайте попробуем запустить и увидим, что будет происходить. Стоит только еще напомнить, что у нас должна быть запущена в докере база данных, если вы подключали ее при помощи докер-компоуз, при помощи этого сервиса, а не локальную. Мы увидим, что приложение запустилось, и нам даже какой-то пароль показали, под которым мы должны заходить. И тут немного указана информация о том, что мы должны только в девелопменте его использовать. По умолчанию, раз мы используем Spring Bootstarter у Security, то у нас приложение работает, просто добавив одну зависимость. Все, что нам необходимо было сделать, это добавить ту самую зависимость. Но мы будем работать немного иначе. Мы сделаем свой фильтр, который будет проверять все запросы, которые к нам приходят, доставать оттуда токен, и также авторизовывать пользователя, то есть из токена получать того самого пользователя, который сейчас пользуется нашим приложением, и его авторизовывать. Давайте создадим JVT Properties File. Это как раз-таки тот класс, который будет читать вот эти вот Properties из Application YAML, и мы будем с ними работать. Назовем этот класс как JVT Properties. Этот класс будет компонентом, то есть мы хотим, чтобы его bin у нас создавался. Этот класс будет иметь getter, он также будет иметь setter, он также будет иметь alterацию configuration properties, куда мы поместим префикс security.jvt. То есть по префиксу security.jvt мы сможем получить необходимые поля. Мы видим тут такую вот марочку, что у нас не настроено annotation processor, и нам необходимо это будет исправить чуть позже. Что же у нас здесь будет храниться? Это секрет, то есть тот самый string secret, который здесь указывал, access и refresh, который будет понимать себя duration. То есть у меня будет private duration access и private duration refresh. Это будет время жизни этих токенов. То, что у нас не настроен configuration annotation processor, говорит о том, что нам необходимо его настроить, чтобы мы могли читать эту всю информацию. Перейдем к главное приложение. enable configuration properties, укажем здесь. И это нам позволит использовать вот эти вот properties, которые у нас есть. И надо еще проверить необходимую зависимость. Configuration processor spring boot. Configuration processor. Мы это все обновим, чтобы maven также подтянул. Это нам необходимо, чтобы мы могли читать как раз-таки вот эту всю конфигурацию из файлов application.yamu. Мы почитали. Если вернемся сейчас в gvt, то увидим, что здесь все окей стало. То есть стала обычная зеленая галочка. И все теперь работает. Сейчас мы создадим еще один enam, который нам понадобится. Это будет enam token type. В этом enam у меня будет храниться два типа. Это access и refresh. Я сделал как раз-таки эти два типа, чтобы я мог удобно ими управлять. То есть не передавать какую-то строгу или разделять типы по строке. Я буду разделять их по значениям enam. И так намного проще. И так как у меня типы токенов постоянные, то это не требует помещения в базу данных. Я буду использовать enam, которые будут находиться в приложении. Если мне понадобится вдруг добавить новый тип токена, я просто обновлю это в приложении. Это все пересоберу, опубликую где-нибудь. И так и будет работать. Потому что вот эти типы токенов, они достаточно постоянные, чтобы их иметь здесь прямо в коде. Теперь давайте создадим конфигурацию security. В пакете security мы создадим класс security config. В этом классе, который мы пометим сначала как configuration, вот так configuration, потом пометим как enable web security, и пометим еще на enable method, метод security, чтобы мы могли использовать более удобный подход к безопасности. Также тут добавим quiet arcs constructor, чтобы это все подтягивалось хорошо. И тут будет находиться конфигурация безопасности. Первое, что нам понадобится сделать, это bin password encoder. Public password encoder. Password encoder. Так как мы будем сохранять пароли в базе данных не в сыром виде, а в захешированном, то нам необходим такой вот password encoder. По умолчанию мы будем использовать backript. Это достаточно популярный и устойчивый алгоритм, поэтому мы будем использовать backript password encoder. Его прелесть в том, что он отображает одну и ту же строку на разные хэши, которые можно сравнить между собой, конечно же, но если смотреть глазами, то они будут достаточно разные. И таким образом мне получится найти два одинаковых пароля в базе данных, и это достаточно безопасно, если вдруг наша база данных утечет. То есть мы разобрабатываем и настоящее банковское приложение, мы разобрабатываем приложение, в котором применяются паттерны Secures и Event Sourcing. Но на случай того, если вдруг мы хотим поговорить о реальном безопасности приложения, то мы будем использовать вот эти вот password encoder и думать о реальной безопасности, то есть о том, что будет, если текут какие-то данные из нашего приложения. Нам понадобится еще BIN токен сервиса, того сервиса, по которому я говорил, и библиотеку, которого я сделал BIN токен сервис. Этот токен сервис находится в этой вот библиотеке по такому пути. Токен, токен сервис. Что же нам здесь необходимо сделать? Здесь нам необходимо вернуть return new token, только так, токен, сервис импл, и сюда необходимо передать секрет. Я здесь укажу GVT Properties, секрет, так вот, и тут только getr должно быть, getsecret. GVT Properties это как раз таки то, что мы подтянули, поэтому здесь будет Private Final, GVT Properties, GVT Properties. У нас потянулся секрет, отлично. И также нам необходимо еще здесь добавить Private Final User Details Service, User Details Service. Этот User Details Service имеет лишь один метод, этот loadUserByUserName. Он используется Spring Security для того, чтобы достать из базы данных юзера, и потом сравнить его логин и пароль. То есть мы будем использовать логин и пароль для авторизации, и мы создадим реализацию вот этого вот интерфейса, User Details Service, который будет иметь также этот вот метод, и будет доставать юзера из базы данных, чтобы мы могли им пользоваться, и Spring Security мог им пользоваться. Теперь нам для авторизации понадобится тоже еще один бин, мы его помечаем, это будет Public Authentication Manager. Назовем его так же. Он будет принимать в себя Authentication Configuration, конфигурацию артификации Configuration, и будем возвращать return new configuration, только без new, да, Configuration get Antication Manager. Тут у нас может быть ошибка, exception может быть какой-то, я просто добавлю здесь сники froze, и таким образом мне не надо будет писать здесь, то, что выкидывается ошибка, понятно будет, что оно будет перехватываться здесь. Теперь перейдем к самому большому, то, что у нас понадобится для конфигурации, это конфигурация самого Spring Security. То, что мы делали вот до этого, это касалось его не так сильно, но здесь мы сконфигурируем именно Spring Security. Это у нас будет Security Filter Chain, назовем его Filter Chain, он будет принимать в себя Final HTTP Security Security, это бинт, это вот Security Filter Chain, то есть мы говорим то, что у нас должно происходить в секьюрите, в какой последовательности, какие конфигурации должны быть приняты, и, собственно, с этим мы всем будем работать. Security, первое, что мы сделаем, это выберем, вот так вот я сделаю снова строки, чтобы это было удобно, отключим некоторые вещи, которые нам не понадобятся в ходе этого курса, и тут Disable. Мы отключим CSRF, мы также отключим Course, и нам не понадобится в ходе этого курса, и поэтому мы не будем так же задумываться о том, как это использовать здесь. мы отключим HTTP Basic, потому что мы будем использовать авторизацию при помощи логина и пароля, GVT, а не при помощи таких вот ключей, при помощи Basic авторизации. Нам это не надо, поэтому мы тоже это отключим. Disable. После этого необходимо настроить Session Management. Мы сюда передаем, например, вот так вот, Session Management, GVT, где мы будем его настраивать? Session Management, мы здесь указываем Session Create Policy, и мы не будем использовать сессии, у нас будет использоваться проверка токена при каждом запросе, поэтому у нас сессии не будет, поэтому у нас стоит LAS приложение по сессии. Это мы настроили. Теперь нам необходимо настроить обработку исключений. Здесь добавим такой базовый Exception Handling. Конфигуру я назову его. И здесь мы будем добавлять исключения, которые будут происходить во время авторизации, если у нас доступ не разрешен, либо же, если мы не авторизованы, то есть в случае некоторых таких базовых ошибок. Указываем здесь Identification Entry Point. Здесь у нас принимается Request, Response и Exception. Такая лямбда. Мы будем возвращать у Responses Set Status Unauthorized и Value. Сюда передаем. Также в Responses Get Writer мы будем писать собственно текст о том, что у нас Unauthorized Пользователь. То есть у него нету полномочий для того, чтобы пользоваться нашим приложением, ему необходимо авторизоваться. Настроим здесь Access Denied Handler. Здесь будет то же самое. То есть будет Request, Response, Exception. И мы будем это обрабатывать в случае того, если у нас доступ запрещен. То есть тут мы не авторизовались никак. Мы просто пришли анонимно какой-то пользователь. А здесь, если мы будем получать доступ к тому, к чему мы не имеем права получать доступ. Например, кошельку другого пользователя. Здесь мы будем указывать статус Forbidden. Ну и также просто будем выводить Forbidden. Это все можно сделать еще в некоторых других местах. Но в основном проверка безопасности конфигурируется именно здесь. Ctrl, Alt, L. Это мы все поравняли. После этого мы настроим собственно на запросы. То, как мы их будем обрабатывать конфигурирует. И также это все будем конфигурировать. Указываем здесь Request Matches. То есть мы будем указывать пути, по которым мы будем попадать в контроллеры. И потом ограничения какие-то на доступ. Здесь я укажу первый путь API V звездочка. Это значит любая версия. У нас пока первая. Но если тут потом появится, то мы это разрешим. Здесь указываю дальше путь AUS. И две звездочки это означает, что любые пути после вот этого пути будут также подходить под вот этот Request Matches. Собственно, я хочу, чтобы мы могли получать доступ к авторизации. Неважно, без проверок вот этих вот всех. А все остальное мы хотели проверять пользователя при помощи этих токенов. Выбираем Permit All. Это означает, что все будут получать доступ к этому пути. Дальше я указываю, что все остальные реквесты, Any Request, должны быть аутентифицированы. То есть пользователь должен авторизоваться, он должен предоставить нам токены, мы должны это все проверить. Дальше. Anonymous. Мы хотим это отключить, так как мы не хотим, чтобы у нас была доступна анонимная сессия, нам это не нужно. Дальше нам необходимо добавить фильтр, который мы сейчас напишем, который как раз-таки будет доставать токены, авторизовывать пользователей и проводить всю вот эту вот работу. Здесь мы будем помещать фильтр NewJVT Token Filter. Его сейчас нету, но мы его создадим, в который мы передадим BIN Token сервиса и в который мы передадим UserDetails с сервис перед UserName Password Antication Filter точка класс. Делаем это все так и тут ставим точку запятой. Это мы все сконфигурировали Security. Теперь нам необходимо вернуть то, что мы сконфигурировали это Return Security точка Build. Отлично, мы это вернули. Необходимо писать JVT Token Filter. Давайте еще раз пойдемся по тому, что мы здесь сейчас описали в этом конфиге. Сначала мы получили при помощи автовайлинга JVT Properties то есть такой класс который мы написали в котором мы храним Properties это все из Application Yamaha приходит. UserDetails Service это тот сервис который нам понадобится для того, чтобы его поместить в фильтр и там к нему обращаться то есть мы будем доставать токен там будем авторизовывать пользователя это просто такой сервис у которого есть один единственный метод loadUserByUserName он используется Spring Security и дальше по ходу мы его пишем я немного расскажу о нем попозже мы сделали BIN Password Encoder этот BIN будет использоваться как раз таки в нашем приложении для того чтобы захэшировать пароли и дальше это применять BIN Token сервиса это токен сервис из моей библиотеки он будет создавать токены валидировать их и управлять собственно токенами дальше у нас BIN authentication менеджера который будет позволять получать аутентификацию нашим пользователям то есть это все будет в логине происходить и в фильтрах фильтр chain здесь мы отключили некоторые вещи которые нам не понадобятся например авторизация по умолчанию мы отключили сессии здесь указали то как будет обрабатывать исключение если мы не авторизовались и если у нас запрещено действие то есть запрещен запрос тут мы дальше указали то что мы хотим разрешать все запросы на аутентификацию их все разрешаем остальные все запросы должны быть аутентифицированы то есть пользователь должен быть авторизован и обращаться уже при помощи вот этого авторизованного пользователя тут мы отключили анонимный доступ и добавили фильтр который будет перед тем как будет проходить юзерный пассворт антификацион фильтр будет выполняться вот эта вся логика с чтением токенов и их обработкой надеюсь вы это поняли теперь давайте перейдем к настройке gvt-токен-фильтр gvt-токен-фильтр будет использовать required axe конструктор он будет экстендиться от generic фильтр pin теперь мы должны здесь обратиться и переопределить некоторые методы это do фильтр тут можно удобно так вот перенести респонс и фильтр chain request и дальше к ним обращаться это я уберу и это использую для того чтобы тут поместить сникерфроуз отлично что нам понадобится это будет private final token service gvt service кроме gt сервиса мы сюда еще передавали user details service private final user details service user details service здесь необходимо описать логику того как мы будем обращаться с запросами которые приходят что разрешать что отказывать и давайте это все сделаем сначала поместим в try catch все что у нас будет происходить exception ignored я исключение здесь обрабатывать не буду потому что если у нас выпадет ситуация которую мы обрабатывали вот тут вот в этом месте то тогда она собственно и попадет туда иначе нам нет необходимости это обрабатывать string токен токен равняется resolve здесь я передам request который мне необходимо будет скастить к http servlet request тут приходит request в таком виде просто servlet request а у меня будет http servlet request ну и тут собственно servlet request будет применяться этот метод resolve мы сейчас опишем я сейчас сделаю такой каркас потом расскажу детально по нему что мы делаем если нет токен из empty то есть если он не пустой то мы можем авторизовывать пользователя иначе конечно же он не авторизованный и мы это пропускаем то есть тут нам необходимо установить аутентификацию то есть мы достаем из токена данные говорим спрингу что вот в ходе этого запроса наш пользователь аутентифицирован и мы можем ему доверять и дальше проходить все вещи если мы это не сделаем то просто потом у нас не пойдут некоторые проверки собственно это нам и необходимо кроме этого условия нам необходимо еще проверить несколько других условий здесь у меня будет еще проверка и я проверяю в jvt сервисе то что get type у токена сюда передаем токен равняется токен type access то есть я хочу именно access токена получать и валидировать что это именно оно сюда передаю имя access в токене get type не будет возвращать собственно тип токена и мы его помещаем туда как access это мы будем делать чуть дальше дальше и джави сервис тут с отрицанием мы проверим если это экспарь то у нас тоже не пойдет что тоже передаем токен то есть на этом этапе мы достаем токен проверяем если он не пустой и его тип как раз таки совпадает с типом access токена а не каким-то другим и он еще не устарел то мы проходим дальше здесь мы получаем authentication равняется get authentication токен это еще один метод который мы будем здесь описывать если authentication не равняется налу то есть мы ее все-таки достали то security context holder .get context set authentication и сюда передаем authentication то есть если все хорошо то мы взяли получили это все из запроса и сказали нашему security context holder в котором хранится и вот этот security context что у нас есть такая-то аутентификация в которой хранится пользователь то есть такой вот вид пользователя который нам нужен давайте теперь достанем собственный токен из запроса опишем этот метод string bear равняется request get header и сюда передаем header authorization так как в этом хедере мы будем именно принимать токены и нам клиенты будут отправлять токены в таком хедере собственно что из себя представляет этот хедер он будет выглядеть как строка такого вида тут будет написано bear пробел и потом сам токен то есть нам нужно достать вот эту вот под строку самим токеном это значит нам необходимо пропустить вот этих вот 7 символов либо же по пробелу разбить если у нас bear токен не равняется налог то есть если он есть мы его передали вместе с запросом и bear токен starts with bear пробел весь это так то есть токен который мы ожидаем то return bear токен substring 7 со 7 символа нам необходимо как раз таки вот этот вот токен и получить иначе если у нас такой токен плохой то мы будем просто возвращать пустую строку которая у нас в этом моменте обрабатывается то есть все хорошо мы это писали теперь необходимо писать метод для получения аутентификации это здесь мы сделаем ниже private authentication get authentication и сюда передается string токен здесь мы получим subject subject это юзернейм того юзера который пользуется токеном то есть когда мы создаем токен мы указываем там юзернейм либо айди того пользователя которому принадлежит этот токен и ради которого он создается для этого мы обратимся к 9 сервису и у меня есть метод get subject токен то есть в этой библиотеке удобно мы можем посмотреть что здесь есть в токен сервисе тут есть методы create есть методы expirate которые проверяют has проверяет на то есть ли какой-то объект там в токене внутри дальше get subject можем получить тип и клаймы получить из токена то есть все то что необходимо для такого базового использования токен сервиса эта библиотека будет дополняться и вы также можете принять участие в ее разработке все это можете найти также по ссылке в описании дальше user details user details равняется user details сервис вот by user name ну и собственно сюда передаем subject user details это такой вот интерфейс в котором есть методы get password и get username то есть это тоже такой интерфейс из spring security для того чтобы мы могли создавать свои реализации этого интерфейса которые будут иметь get password и get username методы чтобы spring security мог к нему обратиться и достать пользователя то есть у нас есть пользователь который находится в домене в модели и выглядит как client у него есть ID name username password у нас так совпало что здесь username и password есть но у некоторых пользователей такого нету там например может быть email поле и мы собственно будем использовать этот интерфейс для того чтобы дать понять spring security то как из нашего клиента из объекта client получить user details объект то есть того юзер который необходим для spring security здесь мы его получили дальше проверяем если user details не равно нал то есть если такой юзер существует то мы будем возвращать return your username password authentication token сюда мы передаем user details дальше в качестве credentials мы передадим пустую строку и user details get authorities передадим в качестве тех authorities так как нам не нужны credentials у нас уже в целом пользователи авторизован мы все это сделали то мы здесь будем придавать пустую стоку и здесь будем возвращать null если у нас проблемы какие-то произошли на этом этапе то есть если мы не смогли достать такого-то юзера по этому определенному сабжекту это мы описали теперь в gt только фильтр надо подтянуть в security конфиге импортируем тот класс и security конфиг настроен давайте попробуем запустить приложение посмотрим будет ли оно запускаться сейчас приложение запускаться не будет потому что у нас нету бина user details сервиса мы это не сделали но нам теперь нужно приступить к тому чтобы создать этот user details сервис для этого в пакете security мы создадим security user сервис это будет класс security user этот класс будет имплементировать user details сервис мы пометим как сервис сервис и добавим также quiet arx конструктор имплементируем здесь методы которые понадобятся я тут добавлю отступы чтобы это все было симпатичнее удалю такую некрасивую вещь и добавлю тут некий фрус что же тут надо сделать нам необходимо собственно получить здесь private final client service мы хотим получить клиент его вернуть client service здесь делаем client client равняется client service get by username необходимо получить клиента по username мы это не описали но сейчас это все опишем и дальше необходимо return new security user это тот класс который мы тоже сейчас создадим и сюда передаем клиентам два сначала реализуем get by username метод в client сервисе переходим в client client query service потому что мы обращаемся к нему и здесь добавим client get by username куда передадим string username перейдем в реализацию здесь добавим implement метод get by username здесь необходимо обратиться к репозиторию репозитория find by username куда передадим юзер иначе мы скопируем эту строку и вставим ее здесь таким вот образом отлично осталось перейти еще в client репозиторию и здесь из-за того что джипа очень удобный просто добавить метод optional client find by username куда мы передадим стринг username нам не надо писать SQL код потому что мы здесь указали клиента и джипа может по этим полям искать у нас есть поле username и мы собственно по нему будем искать здесь query сервис у нас сработал нормально здесь тоже сработал нормально в client сервисе также это необходимо сделать чтобы мы могли к этому обращаться это выглядит как дублирование кода чем немного в целом является но здесь отличие в том что у нас этот сервис как я буду повторять каждое видео используется для того только тут файл должно быть используется для того чтобы перенаправлять запросы как раз таки к вот этим вот query сервисам и command сервисам поэтому здесь я обращаюсь к query сервис get by username username я просто передаю запрос сюда в security user сервисе у нас здесь все стало хорошо мы стали получать клиента по этому юзернейму и необходимо создать security user security user будет находиться та информация которая позволит пинг security понимать с кем он работает security user security user будет иметь аннотацию data и он также должен имплементировать user details в котором будут как раз таки методы на получение пароля юзернейма и всего такого что мы должны делать укажем здесь поля которые у нас хранятся private final uuid private final string username private final string password private final collection simple granted authority authorities эта коллекция хранит те авторитис то есть те права и роли которые есть у нашего юзера здесь мы вернем это мы даже можем убрать потому что у нас есть в аннотации getter для паспорта для юзернейм это тоже можно убрать потому что это все находится здесь в аннотации data что она подсказывает security юзер то что у нас есть проблемы с этим аккаунт он expired это у нас все будет из enabled true то есть все хорошо аккаунт работает и здесь мы тоже везде укажем true то есть это можно также проверять обращаться к базе данных но для простоты мы не будем это проверять будем знать что есть у нас базе хранится кал то с ним все хорошо мы можем им пользоваться давайте здесь еще сделаем конструктор который будет использоваться нашим приложением я написал два конструктора и еще один метод я это буду делать сейчас немного быстрее сокращать потому что достаточно длинное видео получается в этот security user конструктор мы передаем клиента и мы хотим из клиента получить этого собственно юзера здесь я вызываю просто другой конструктор где сохраняю такие вот поля и здесь также сохраня авторитис добавляю ему роль роль юзер роли должна быть такая вот приставка и я ее сюда передаю здесь security юзер работает нормально можем запустить сейчас приложение посмотреть как это работает теперь приложение запустилось все хорошо у нас теперь работает spring security только пока он ничего не проверяет он проверяет только то что мы указали здесь в конфиге то есть то что мы сюда должны попадать с любым запросом а на остальные места мы должны попадать только после авторизации до 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 Продолжение следует...